Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Добрый день, у микрофона Светлана Занько, напротив меня министр социального развития Кировской области Кирилл Лебедев. Кирилл Сергеевич, добрый день. Здравствуйте. У нас продолжается серия интервью с министрами правительства Кировской области. И почти каждому министру что-то у нас, какая-то музыка идет, такое ощущение, что птицы поют. Это не ваш телефон случайно? Кирилл Сергеевич, что происходит? Нет, это не мой телефон. Сопровождение такое. Сейчас разберется, видимо, наш звукорежиссер. Очень странная вещь происходит. А может быть, это мой компьютер? Наверное. Точно. Боже, я даже не скажу, какой сайт открылся. Кирилл Сергеевич. У меня такой вопрос. Не каждому министру мне удалось задать личный вопрос. Вам задам. Я, пройдясь по вашей биографии, вижу, что вы, с отличием, окончили Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности судовые энергетические установки. И даже в свое время выдавали интервью, где рассказывали о том, как вы работали на судах речных, как плавали. И тогда говорили, не ходим, мы на судах оплавали. У меня очень простой вопрос. Ходят по морю, по реке плавают. У меня очень простой вопрос. Когда плавать начнут по реке Вятки? Это, наверное, надо спросить у Альберта Владимировича, который у нас за польских отвечает за транспорт. Но на самом деле ширина реки позволяет, а вот глубина, я смотрю, не очень. А помните, был проект такой, по крайней мере, о нем говорили, что китайцы в свое время предлагали поднять весь лес затонувший, и деньги за это заплатить, и дно бы реки таким образом глубже стало? Есть такое, даже когда я был в Малмышском районе, в Вецкополянском районе, там до сих пор ходит слух или байка, как ее назвать, что там затонул дубовый лес. И тот, кто его найдет, там порядка где-то двух связок, тот, кто его найдет, озолотится. Но пока еще никому не удалось. То есть это золотое дно осваивать пока никто не берется? Пока никто не взялся. А хотелось бы? Ну, вы знаете, я думаю, что... Вот вам как речнику хотелось бы, чтобы я достался? Мне как речнику? Ну, я же не подводник, да, я надводник, поэтому что там под водой, это пусть люди других специальностей изучают. Хорошо. Ну, вот глядишь, может быть, с Китаем у нас так стремительно развивается отношение и вернуться к этому проекту. Ну, собственно, к Китаю я помню, когда еще только приехал в Киров, когда дочь мою устраивала лишь школу, а потом в школе задают же традиционные вопросы в начальной, да, какой... А приехали вот в 2010 году. Да, ну, в 2010 году я возглавил управление демографического развития и взаимодействие с институтами гражданского общества. И когда подошел выбор для моей дочери, какой язык изучать, я, пожалуй, единственный из родителей на родительском собрании спросил, а можно китайский? Это в какой школе вот такой вопрос? Это было в 10-й школе, родители как-то надо мной посмеялись, а мне кажется, что надо смотреть на перспективу. И сейчас я понимаю, что я был совсем прав. В Новосибирске китайский язык учат достаточно давно. Ну, правда, не в школах, но там это сделать легко. В Кирове как-то вот специалистов-то по китайскому языку не очень много. Ну, вот, глядишь, сейчас делегация из Китая возвращается. И мы некоторых из них оставим, я думаю. Именно, конечно же, да. Женим, замуж выдадим. Запросто, запросто. Ну, а теперь к делам, которые непосредственно касаются вас. Дела, в которых вы участвовали по профилю своего департамента, еще тогда социального развития Кировской области. Дела этого года я хотела бы поговорить о судьбе льгот, которые были отменены в текущем году. Несколько сразу изменений в порядке предоставления льгот различным категориям граждан вступили в этом году. Изменения, напомню, коснулись льготного проезда и выплат так называемых детских пособий. И вам в то время, когда эти изменения вступали в силу и обсуждались, долго пришлось объяснять общественникам и гражданам, в том числе и в эфире нашей радиостанции, и на круглых столах, для чего это делается. Главной мыслью здесь было следующее. Практически ваша цитата, да? Но с ваших слов записано, что называется. Правительство области не намерено сэкономить на изменение порядка предоставления льгот ни копейки. Все сэкономленные деньги пойдут либо на расширение перечня категорий людей, которые смогут получать льготы, либо на увеличение выплат. Но итоговая сумма, которая будет тратиться на льготы, останется неизменной, независимо от порядка их предоставления. Мой вопрос касается итогов промежуточных, потому что и полгода не прошло с момента внедрения этих изменений. Расширился ли перечень категорий льготников, первое, о чем говорилось, и увеличились ли выплаты? Ну, смотрите, полгода не прошло с момента, так скажем, трансформации льготного проезда на транспорте, но с момента вступления в силу закона о поддержке семей прошел максимум месяц. Они вступили в силу с 1 июля 2015 года. Поэтому, что касается выплат семьям с детьми, то здесь о каком-то аналитике говорить еще рано. Мы еще материалы, но это то, за что мы отвечаем, мы еще материалы только собираем. И там, если помните, мы вводили первое, мы избавились от бесконечного количества нормативно-правых актов, которые в том числе путали получатели мер соцподдержки. Потому что несколько было различных направлений. Там было более 23 нормативно-правых актов, в которых каждый описывал ту или иную меру соцподдержки. Мы все эти меры свели в закон. И одно из краеугольных камней, вокруг которых развивались споры, это введение того, что данные меры не предоставляются семьям, где есть трудоспособные родители, не работающие без уважительных причин. То есть все уважительные причины были перечислены. Вот на сегодняшний день губернатором Кировской области Никитой Юрьевичем Белых задача проанализировать и сравнить с выплатами предыдущих периодов, она стоит, но, к сожалению, пока не позволяет срок, в течение которого этот закон реализуется. Что касается льготного проезда, всего за подтверждением права на льготный проезд в учреждение подведомственное Министерство социального развития обратилось 109 тысяч человек. 109 тысяч? 109 тысяч человек за подтверждением права льготного проезда. 6 с лишним, ну по почти 7 тысячам человек было отказано по тем или иным причинам. Причины разные, да, либо люди не понимали, что они не в той категории, не попадают в категорию льготников, либо неверно оценивали уровень своего дохода. Уровень своего дохода. Таким образом подтвердили право льготного проезда 102 тысячи человек. Я сейчас не могу сказать, поскольку там учет, пользуются они этим правом или не пользуются. Это ведет Министерство транспорта Альберт Владимирович Запольских. И он, собственно, будет анализировать и экономию, и давать на правительство те цифры, которые в дальнейшем будут возможны к перераспределению на данные меры соцподдержки. Но я думаю, что экономия все равно будет, пока предварительно, видимо, она есть. Мы начали в том числе прорабатывать вопрос других мер соцподдержки. Вы знаете, что в Кировской области активно в пилотном режиме реализовывался проект оказания социальной помощи на основе социального контракта в пилотных районах, когда гражданам, многодетным семьям и неполным семьям с детьми предоставляется возможность получить денежные средства на приобретение крупного рогатого скота, скота-сельхозназначения, теплиц и так далее для развития подсобного хозяйства, для того, чтобы ребятишки имели возможность пить свежее молоко, работать. Этот эксперимент в прошлом году касался четырех районов. Этот эксперимент касался четырех районов. Это был Тужинский, Пижанский, Яранский и Санчурский районы. Он развивается достаточно успешно. Люди к проекту благосклонны. Кто откажется, получить 35 тысяч рублей, купить коровку. Но самое главное, что у нас нет ни одного случая, чтобы эту коровку кто-то уморил. То есть люди действительно свое благосостояние берегут и пользуются этим. То есть он уморил коровку, вы имели в виду, что использовал 35 тысяч рублей не по назначению? Нет, я имел в виду, что коровку-то купили и тут же на мясо сдали. Нет, коровки продолжают жить, то есть они под охраной государства вместе с кроликами, с поросятами. А что-то контролируется? Да, конечно, мы контролируем. Поголовье, которое приобретено? Да, я даже иногда шучу, что мы за год реализации проекта увеличили поголовье в этих районах скота больше, чем Министерство сельского хозяйства. На полном серьезе, на самом деле. Как это в смысле контролируется? Ну, люди купили корову, купили кроликов, как вы говорите, и что они же... Во-первых, они проходят на предварительном этапе общественный контроль. Комиссия принимает решение. Дать или не дать. Допустить эту семью в эту программу. Ответственная эта семья или не ответственная. И дальше принимается решение. А потом Никита Юрьевич Белых в общении с главами районов лично, твердо, жестко попросил их ответить головой в случае неверного выбора. И они согласились. С 1 сентября мы запускаем... Этого года. Этого года, 15-го года, мы запускаем еще Вятскополянский район, город Вятские поляны, Малмышский район, город Малмыш. И с 1 января 2016 года Кельмесский район. Давайте все-таки тогда разъясним или напомним нашим слушателям, в чем заключается суть этого проекта и на какие деньги он реализуется. Значит, суть этого проекта. Граждане в пилотных территориях обращаются в управление соцзащиты по месту жительства, пишут заявление и, собственно, выбирают цель, на которую они хотят получить поддержку от государства. Средства могут быть потрачены либо на приобретение сельскохозяйственных животных, поросята, кроликов... Утки, для приобретения теплиц, для приобретения коров. Дальше они пользуются плодами своего труда, ну и тем самым питание улучшается у детей. И находятся они под контролем муниципалитетов? И главы муниципалитетов отвечают за них? Они под контролем всех и бдительных соседей. У нас же соседи не безразличны, особенно когда кто-то от государства что-то получил. Им-то не дали. И что прям пишут соседи? И под контролем управления? Да. Были сообщения? Да, есть сообщения. И депутаты районных дум, в частности, в Яранском районе, депутат обратился с вопросом, а почему по соцконтракту цыплят купили по 150 рублей за соцконтрактом? То есть приходишь на рынок, покупаешь за 120. Хороший вопрос. Вот мы сейчас с этим разгораемся. Нет, я думаю, что там надо опять же посмотреть, может, все-таки все в ветеринарном сопровождении. Мы же официальная структура. А на рынок иногда приходят. Может быть, конечно, цыплята какие-то суперэлитные. В настоящий момент как раз мы с этим вопросом разбираемся. С чего достичь хотим этим проектом? Собственно, как и другими проектами, которые инициировал Никита Юрьевич Белых, губернатора области, мы хотим достичь одного. Мы хотим поднять активность граждан, повысить в них ответственность и уверенность в том, что они хозяева своей судьбы, что они могут при небольшой помощи дальше уже самостоятельно развиваться, двигаться и развивать свои семьи. Я понимаю, что еще и закрепить семьи на земле. На самом деле, первая ключевая задача, то есть она не ставилась закрепить под подкоровку, все равно можно перевести. Она тоже может уйти в другой населенный пункт, в другой субъект федерации. Это будет сложно же, как передачу, так потом осуществлять. По пешочкам. Поэтому ключевая цель была не закрепить людей на земле, а ключевая цель была все-таки вытащить те семьи, которые на пределе уровня бедности, вытащить из состояния бедности и показать, что они сами это могут сделать своим трудом, своими силами, своими способностями. И сейчас мы еще рассматриваем вопросы. Я же не зря вам назвал, что в проекте «Соцконтракт» будут участвовать города Вятские и город Вятские поляны, там, город Малмыш. Мы еще хотим, помимо товаров сельхозназначения, разрешить на эти средства приобретать швейные машинки, газосварочные аппараты или электросварочный аппарат, чтобы люди имели возможность зарабатывать и делать нужные вещи. Сельхозинвентарь. То есть над расширением списка приобретаемого мы сейчас как раз и работаем. И в том числе, когда мы ездили, изучали опыт Самарской области, Республики Татарстан, то, что мы для себя отметили, вот они, например, приобретают электросварочные аппараты. И предоставляют таким образом услуги, да? И они предоставляют человеку... Они, конечно, закрывают глаза на то, что человек не совсем зарегистрирован, но населед сами понимают... Что значит, что он не совсем зарегистрирован? Объясняю. Мы же не заставляем людей регистрировать личные подсобные хозяйства, да? Мы не заставляем, как Министерство развития предпринимательства и торговли, регистрировать индивидуальные предприятия или создавать ООО, платить налоги, да? На минуточку. То есть мы можем... Это дальнейшая наша цель. Сейчас наша основная задача вывести семьи из состояния бедности. Из состояния бедности. Как говорил классик, с одной стороны, бедность не порог нищета с порог. Так вот, чтобы они в нищету не скатились и руки не опустили, мы хотим, чтобы они в себя поверили. И все, собственно, проекты, я с чего начал. Не только проект социальный контракт, но и проект поддержки местных инициатив, да? Тоже направлен на гражданскую активность. Ну, давайте все-таки закончим про социальный контракт. Я задавала вопрос, на какие средства он реализуется? Он реализуется целиком и полностью на средства областного бюджета. И в прошлом году, который был пилотным для старта этого проекта, было выделено 7 миллионов рублей. В прошлом году мы реализовали в рамках проекта где-то 3,5 миллиона рублей, 4 перенесли на этот. Теперь сделаем шаг назад и все-таки завершим тему, с которой начали. Это по поводу изменений в порядке предоставления льгот. И так, что касается льгот на транспорт, вы мне придали направление, и я пойду к запольских. То есть он будет отчитываться. Я думаю, что сейчас, вот смотрите, он по концу лета тоже, наверное, не будет делать серьезный анализ, поскольку здесь сезонный фактор повлияет. И нужен определенный период времени всегда, да, чтобы сравнивать сопоставимые величины. И, ну, я думаю, в октябре-ноябре можете уже начинать смело его пытать. По этой теме, чтобы был хотя бы там сентябрь месяц, октябрь, которые являются, ну, так, по-настоящему рабочими. Так. Неканикулярные. Да, я напоминаю, что обратилось 109 тысяч человек за подтверждение своих льгот. И подтвердили их около 102 тысяч человек. 102 тысячи 265, если быть до конца точным. Да, и что касается вот льгот семьям с низким социальным статусом, да, и с большим количеством детей, то здесь только начался процесс 1 июля. Многие ли обращаются, если здесь какое-то напряжение, сложно ли вам работать по этому направлению? Нет, с 1 июля-то мы в автоматическом режиме перевели семьи на действие нового закона. И здесь никаких требований и напряжений гражданам не должно возникнуть и не возникало. Иначе мы бы уже были засыпаны жалобами, и, я думаю, меня бы вызвали из отпуска, в котором я в июле месяце к счастью сходил. Да, это удивительно, потому что, в общем, когда обсуждались эти как раз нормы, то выступали депутаты областного законодательного собрания, и Марина Сазонтова, и Константин Машуренко, да, и Валерий Турулова рожался, и Дмитрий Русских очень активно обсуждали. Сейчас пока вот не слышно, что вот на этом этапе эти активные депутаты каким-то образом комментируют. Если бы кто-нибудь хотя бы похвалил власть и сказал бы, что она учится. Мы же тоже учимся на своих ошибках, и давайте вспомним прошлый год эти очереди за пособиями в 106 рублей, да, и инвалидам на жилье и так далее, поэтому мы все-таки там, мы стараемся. А за подтверждением, уже реально подтверждением своего права на меры соцподдержки, граждане традиционно, как и всегда это бывает, и многодетные семьи традиционно обращаются в период с января по март. Ну, то есть здесь отчет по тому, как прошла эта реорганизация, мы сможем когда получить? Отчет вы видите как бы вот по улице, да, что выступлений, возражений, жалоб нет, но вы его получите через полгода. Через полгода. Ну, мы посмотрим, полгода все-таки там, достаточный срок, чтобы проанализировать. Давайте к следующему вопросу тогда перейдем. Я хочу процитировать Владимира Змеева, это директор Кировского социального центра для лиц с неопределенным местом жительства, бомж. В Кировской области, он говорит, работа по бездомным не поставлена. Я могу отослать наших слушателей сейчас прямо к материалу, который подробно об этом говорит. Это материал на сайте профсоюзов сотрудников органов внутренних дел Кировской области от 27 июня 2015 года, где как раз освещается круглый стол, который проходил на эту тему. Там собрались общественники и директор центра бомж, которого я сейчас только что процитировала. Если я не ошибаюсь, речь идет все-таки о единственном государственном учреждении, которое помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, тем, кто прибыл из мест лишения свободы в том числе. Основные тезисы, которые обсуждавшие этот вопрос, предлагали. Не хватает мест, низкий уровень финансирования, отсутствие должного уровня взаимодействия органов власти и волонтеров-активистов-благотворителей. Это уж я для себя так написала через дефис. Как вам видится эта проблема? Давайте начнем с того, что я не знаю, как в других министерствах, я в своем министерстве не запрещаю руководителям учреждений мечтать и ставить перед собой цели, даже невыполнимые. Что касается непоставленной работы, то тут, мне кажется, господин Змеев погорячился, потому что это тогда вопросы к нему самому, насколько он организует деятельность этого центра. Но на самом деле это не единственное учреждение в Кировской области, которое помогает лицам, оказавшимся без жилья, лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Всего в системе социального обслуживания населения, напомню, у нас действует 60 учреждений. Из них 54 учреждения работают с данной категорией лиц. Понятно, что... Каким образом работает? Работает, помогает им социализироваться, оказывает материальную помощь, помогает юридически, помогает оформить, если необходимы средства, восстановить документы. Но живут-то люди, это единственный центр, единственное здание, где они живут, насколько я понимаю. Я извиняюсь, я не договорил. То есть на самом деле там центр «Бомж», как мы его называем, он занимает особое место во всей системе. У нас единственный центр для лиц безопределенного места жительства с круглосуточным пребыванием. На 50 мест очереди туда нет, но на самом деле эта услуга востребована. Другое дело, что это не место постоянного пребывания. Это место, где люди должны использовать то время, которое им предоставлено, кому-то 3 месяца, кому-то дополнительно 6 даем, чтобы найти себя в жизни, найти работу, восстановить документы, в конце концов бросить пить, найти себе жилье. Потому что работающий человек комнату может себе снять, позволить. Есть, конечно, желание, и все мы хотим большего, чем можем. Мое мнение, что если бы был еще один центр, то его услуги тоже были бы востребованы. То есть его бы тоже не хватило? Нет, его бы хватило. Мое мнение, что его надо было бы размещать уже не в Кирове, а в Кирово-Чепецке, например. Так, все-таки есть необходимость. Там есть необходимость. В остальных районах нет. Ну, нет возможности. Нет средств на то, чтобы построить еще один центр. Ну, их надо изыскивать. Надо расставлять приоритеты. А скажите, как в других регионах? Потому что если правительство говорит, вот общественники обращаются, секундочку, общественники обращаются, там, или директора центра «Бомж» жалуются на то, что не хватает мест, и вы говорите, что хорошо бы построить еще один. Но мы все прекрасно знаем, что представляет из себя бюджет нашего региона сейчас, да? И что представляет бюджет муниципальных образований, в общем говоря. В других регионах как справляются с этой проблемой? Я же еще раз говорю, да, у всех по-разному, и каждый расставляет для себя приоритеты. Я, например, считаю, что проблема людей без определенного места жительства в Кировской области стоит менее остро, чем вопрос очередности психоневрологические интернаты. В общем, вопрос очередности. И для меня в приоритете построить корпуса психоневрологических интернатов, для чего мы постоянно там в соответствии с требованиями, ну, то есть в соответствии с рекомендациями, подаем заявку в Москву на выделение этих средств, в том числе на условиях софинансирования из областного бюджета. Это вы основываетесь на статистике? Это я основываюсь на той очереди, которая есть, то есть у меня очередь психоневрологические интернаты порядка 230 человек, и она растягивается на три года, да, бывает. То есть люди ждут... Центр бомж, это несколько иное. Ну и я-то ко всем отношусь одинаково, потому что они для меня все нуждающиеся в социальной помощи и поддержке. А вот по поводу работы давайте еще прокомментируем так. Если для других целей, там, для поддержки семей многодетных, для поддержки семей с детьми-инвалидами, для поддержки граждан пожилого возраста, как-то общественные организации, и в том числе коммерческие структуры охотно изыскивают ресурсы и помогают, то людей категории бомж, ну, очень многие граждане считают, как виноватых сами. Учитывая, что там достаточно большое количество людей, которые из мест лишения свободы вышли. Да, как виноватых сами, и поэтому, так скажем, благотворительных организаций, которые бы занимались или специализировались на оказании помощи именно бездомным, в трудоспособном возрасте. Да, я сейчас не говорю, что там есть же и те, кто уже вышел за пределы трудоспособного возраста, и тогда они, собственно, на общих основаниях размещаются в домах-интернатах. Мы сейчас приверемся на короткую рекламу, через две минуты вернемся, и у меня будет еще один вопрос, касающийся как раз лиц безопределенного места жительства, потому что в этом же центре бомж, там ведь бывает, что живут целыми семьями с детьми, так вот, что с этими детьми? Через две минуты. Хорошо. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Детей жалко. Это говорит сейчас Кирилл Сергеевич Лебедев, министр социального развития Кировской области. Мы, кстати говоря, за эфиром обсуждали не судьбу детей, которые вынуждены со своими родителями, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию, находиться в центре бомж, а уже о другом случае говорили. Если времени хватит, то его тоже обсудим. Так вот, что с этими детьми, которые находятся в центре бомж? Ходят ли эти дети в садик, в школу? Кто это контролирует? Значит, ответственно заявляю, что в центре бомж ни одного ребенка нет и никогда не было. Если случится так, что мы обнаружим, выявим, термин выявим, семью бездомную с ребенком, то в данном случае у нас есть сеть реабилитационных центров. Один из них в Кирове, это Вятушка, и ребенок будет помещен туда. Я специально интересовался. Ни одного случая проживания с детьми в центре бомж, на памяти даже старожилов, не зафиксировано. Не зафиксировано. Потому что к нам приходил Юрий Басманов, который как раз освещал акцию по сбору средств, в том числе и помощи для центра бомж, и он говорил, что там есть и дети. Нет, может быть, он говорил о пунктах временного размещения граждан Украины. Они, собственно, располагались совершенно в других. Мы отвечали за реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста, где один этаж был отведен как раз для беженцев с Украины. А в центр бомж, приезжайте в любое время, детей там нет. Насколько я помню, мы говорили конкретно об этом центре, но, по крайней мере, у вас есть такая информация. Я готов выйти с Юрием Басмановым на очную ставку, приглашайте. Я это вам устрою. Обязательно. Приглашайте. Конечно. Ну вот вы заговорили о психоневрологических диспансерах, да? Интернатах, я не могу рассказать. Вы говорите о том, что есть необходимость в Кирове построить корпуса, да, чтобы увеличить количество мест, очередь большая. Кто эти люди, которые стоят на очереди в такой интернат? Это люди, которым поставлена инвалидность по психическим заболеваниям, но они не опасны для общества. Ну вот смотрите, мы с вами вспоминали. Они опасны там сами для себя. Я понимаю, как тяжело живется им семьям, их семьям, потому что такого человека зачастую не оставишь одного дома. Он может неконтролируемо включить электроплиту, газ, может выйти из дома и потеряться, ну и так далее. То есть они себя слабо контролируют. Им необходим профессиональная помощь. Им необходим профессиональный уход. К этому случаю, вот к психоневрологическим интернатам не относятся случаи, которые прогремел на всю страну. Жуткая история, когда в Нижегородской области отец убил своих жестоких, убил своих шестерых детей, жену, тещу и так далее. Это не тот случай? Не эти люди? Нет. Которые тоже живут среди нас? Нет, это не эти люди. И тут вопрос как бы больше к врачам-психиатрам, какой у него был диагноз. И почему они, ну хотя у нас закон о психиатрии, он не позволяет насильно человека удерживать в психиатрической клинике. Только с его согласиями. Я почему попыталась связать две эти вещи? Я просто подумала, что может быть такой случай, он каким-то образом простимулирует федеральные власти выделять деньги на строительство психоневрологических интернатов. Сейчас есть такая задача. И Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, министр Топилин, и задача поставлена Медведевым Дмитрием Анатольевичем, чтобы губернаторы субъекта Российской Федерации объехали в этом году все психоневрологические интернаты, что, собственно, Никита Юрьевич и делает, исполняя поручения, оценили масштаб бедствия, оценили материально-техническую базу и к 2018 году приняли все меры, чтобы уже к концу 2018 года очереди психоневрологические интернаты не было. Но мы же понимаем с вами прекрасно, да? Мы с вами, Кирилл Сергеевич, понимаем прекрасно, что значит приняли все меры. Если нет денег в бюджете, то откуда взять деньги, чтобы построить новый корпус? Значит, чтобы выделили средства из бюджета. Я же всегда говорил, да, что есть приоритеты. То есть, изыскивать все равно будем в своем бюджете? Денег всегда мало. Нет, на самом деле, федеральный центр не отказывается, и сейчас формируется новая инвестиционная программа. От нас попросили очередных предложений, мы их дали. Но будем смотреть, как рассмотрят. Я все-таки надеюсь, что там необходимые нам средства, чтобы построить два корпуса и открыть дополнительно 250-200 мест, нам нужно порядка 800 миллионов рублей. То есть, это большие средства для Кировской области. И эта цифра ушла? Эта цифра ушла в Москву. В федеральный центр? Да. Когда ждем ответа? Мы всегда ждем ответа. Я поняла вас. Вот что касается всех вот этих вопросов, касающихся социальных учреждений, социальной помощи, адаптации. Здесь всегда приводится в пример опыт западный, конечно, в первую очередь, где существует государственно-частное партнерство. В частности, например, по уходу за лежачими больными на дому или в интернатах, которые создаются, те же дома престарелых и все прочее. Есть такой опыт и в наших регионах, где развивается государственно-частное партнерство, в том числе и у наших соседей, насколько я себе представляю, и в Перми такое тоже есть. И в республике Коми они строят тоже интернаты. Причем достаточно давно. Почему у нас это не происходит? Почему у нас не выходит на этот уровень предпринимателей, которые понимают, что ведь есть социальный заказ, в конце концов, они получают некоторые деньги государственные и не выводят на профессиональный уровень такой уход за лежачими больными. Это школа сиделок, это строительство корпусов, там участвуют и строительные компании тоже. При том, что это не чисто деньги частного бизнеса, они также точно получают потом компенсации из бюджетов региональных. Есть гарантированные услуги государством, за которые государство при невозможности гражданина оплачивает за себя в зависимости, опять же, от уровня дохода. Возвращаемся к 442-му федеральному закону, который начал действовать с 1 января 2015 года, который очертил круг лиц, которым гарантированные государством услуги предоставляются бесплатно, кому предоставляются за частичную плату и за полную плату. Я надеюсь, что этот закон для инвесторов откроет глаза пошире. Мы всегда предлагали. Но, во всяком случае, если два года назад Лебедев со всех трибун призывал приходите, по крайней мере, забирайте в частные руки самое выгодное соцобслуживание на дому, два с половиной года никто не пришел. А сейчас буквально я пришел из отпуска и я узнаю, что уже четыре интересанта. А вчера буквально у меня заместитель встречалась с двумя молодыми людьми вечером. Вот они хотят как раз организовать службу сиделок. То, чего в городе не хватает. Но мы их тоже предупредили. Аппетиты жилобизнеса, они всегда растут. И надо помнить, что коммерческие структуры, они создаются, хоть они об этом и не говорят, но они создаются, и у них в уставе это прописано с одной единственной целью. Извлечение прибыли. Поэтому хотелось бы, чтобы это были не ООО, не ИП, а некоммерческие организации. Но где найти таких неравнодушных людей, готовых, а там действительно надо будет пахать, и при этом не получая особо достойного вознаграждения. То есть это не бизнес на перепродаже. Это бизнес, которым рентабельность не очень высока. Но есть. Но она есть, безусловно. Опыт Пермского края наглядно тому свидетельствует. Насколько я понимаю, они не только на те самые средства, которые существуют в бюджетах, выделяются. Это естественно. То есть дополнительные услуги оказывают. Дополнительные услуги, деньги семей, которые нуждаются в этом, грантовые деньги, которые сейчас выделяются, в том числе и президентские гранты. Это большая такая профессиональная деятельность. У нас пока такого подхода не видно было в Кировской области. У нас пока было не видно, но мы будем его внедрять. И, собственно, к чему я призывал руководителей своих подведомственных учреждений. Поскольку у них есть опыт, я их призывал к тому, чтобы они брали все это в свои руки. И это бизнес, по большому счету, на всю жизнь. И они перестают формально иерархически зависеть от министра, который их или назначает, или увольняет. Ну, как-то не готовы брать ответственность на себя. Все-таки это бизнес, да, и это риск. Не только бизнес, наверное, риск, но к этому бизнесу еще более пристальное будет внимание, потому что это связано, а, с государственными деньгами, б, с социальной напряженностью, да, потому что это услуги живым людям, не дай бог, что там, да, будет непрофессионально или совсем того хуже. Всегда есть опасность. Мы ездили в Пермский край буквально в июне месяце, изучали их опыт. Они по-честному сказали, что при переходе на соцобслуживание дому в частные руки первые полгода было крайне тяжело. Причем тяжело было как своим клиентам по ментальности, ну, как самим клиентам по ментальности, что их теперь будет обслуживать не государственные учреждения, а частные, так и работникам, которые, ну, вот, там, раньше мы были люди-государевые, а теперь мы вроде как работаем на барина. Но сейчас, по прошествии уже нескольких лет, когда у них работает эта система, в которой остались те, кто действительно готов пахать, они, в общем-то, довольны. Заработные платы у них сразу, да, там, от полутора тысяч рублей в месяц, но это если за тобой закреплен один человечек в одном населенном пункте, и ты просто там своему соседу помогаешь. До 90 тысяч на двоих это семья, и я их видел. Муж с женой, муж делает тяжелую работу, подвозит дрова, рубит дрова, продукты из магазина привозит, и женщина, которая помогает убирать, стирать, приготовить, расчесать, зубы почистить и так далее. Но они и пашут с восьми и до... И, насколько я понимаю, сейчас правительство Пермского края довольна, потому что даже удалось сократить каким-то образом расходы. Да, они, в общем, называли цифры, если ранее они, там, 8 лет назад тратили на соцобслуживание дому порядка 600 миллионов рублей в год, то сейчас, по прошествии, там, восьми лет, они тратят 400 с небольшим миллионом, а это даже с учетом инфляции, надо понимать, что это для них было экономически эффективно. И при этом услуги в качестве не упали, а даже, насколько я знаю, выросли. Да, они не упали. Я спросил, у него всего там одна вакансия, владельца компании, одна вакансия в дальнем населенном пункте. Люди идут на эту работу? Люди идут, люди не уходят, люди понимают, что от того, как они поработают, они столько и заработают. Это хорошая тема тоже для обсуждения, Кирилл Сергеевич. Если есть люди, которые сейчас обращаются с такими вещами, нужно будет поподробнее осветить. В том числе, вот, там, когда я вбросил, что есть заинтересованные пермики, и, собственно, та компания готова зайти и продемонстрировать нам свои возможности, и они хотят, чтобы мы действительно это увидели, взять три района, Афанасьевский, Амутнинский и Верхнекамский, которые граничат, так скажем, с пермским краем, тут же появились и интересанты из числа кировчан. Но все равно патриотизм, он же бывает и местечковый. Да, это прямо сейчас происходит. Да, это прямо происходит сейчас. Давайте мы отдельно обсудим отдельные темы. У нас остается буквально одна минута, и поэтому мне нужен просто четкий вопрос. Как вы относитесь к уничтожению санкционной еды? Вы как министр социального блока нашего региона. Как министр социального блока я поддерживаю решение партии и правительства. Вы как человек. Как министр социального блока я поддерживаю. Я считаю, что, вы знаете, и раньше контрабандный товар всегда уничтожался и будет уничтожаться. Другое дело, что никто нам никогда не рассказывал, в каких объемах, в каком количестве и где. Сейчас, мне кажется, этому там придан пиар. Целевая группа должна быть совсем другая, а именно контрабандисты. И они бы узнали об этом совсем из других источников. То есть не очень правильно был подан этот, освещен этот, эти действия освещены. Мое мнение именно так. Тема достаточно сложная. То есть мне тоже в жизни пришлось прожить в 90-е годы. И я знаю, как пахнет булочка, которую не можешь купить. Это очень тяжело. И когда ты видишь, что уничтожаются продукты, задумываешься. Но если их не уничтожить, то мы одной рукой будем помогать, а другой закапывать те же инициативы импортозамещения. И так далее. Это вопрос, на самом деле, непростой. Однозначного ответа нет. Это опять же вопрос... Сердце-то разрывается, когда вы видите, как закапывают продукты земли? Да. Но их же надо тогда каким-то образом сертифицировать. Но разрывается. Но разрывается. Но мы встали перед трудным выбором. И это решение тяжелое, но необходимое. Я бы так сказал. Кирилл Лебедев, министр социального развития Кировской области. И это его интервью вы сегодня слушали. У микрофона была Светлана Занько. Мы договорились как минимум о двух темах, которые будем обсуждать в этом эфире. Спасибо вам. До встречи. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok